Оно Инрок и деревенское телевидение Судорома Фильм представляет видеожурнал Кадыкчанские ведомости. Добрый день! Дорогие жители и гости Бакшини, сегодня наша литературная гостиная, которая проводится в таком формате впервые, распахнула свои двери. И я очень рада видеть каждого из вас здесь, в стенах нашего Дома культуры. Я уверена, что среди собравшихся нет людей равнодушных. Каждый пришел сюда по велению души и сердца. Кто-то сам писал или пишет стихи, кто-то является благодарным слушателем. А слушать мы сегодня с вами будем нашего земляка, заслуженно уважаемого многими людьми, Бакшарами и не только Бакшарами, прилучного Александра. Итак, мы начинаем. Добрый день, дорогие земляки! Здравствуйте! Я рад вас всех сегодня здесь видеть. И сегодня мы с вами будем говорить языком стихов. Вернее, я буду говорить, а вы будете слушать. Мои стихи многим из вас уже знакомы. Я читал их и с этой сцены, и на районных площадках, и на дне деревни, и в школе, в общем, и в области даже. В Вологде отметился двумя своими стихотворениями. Москву приглашали, но об этом позже. Итак, начнем, пожалуй. Я живу, как хочу, как могу, как умею. Я на жизни ропщу, ни о чем не жалею, Ни дворянских кровей, с неба звезд не хватаю, Чту хороших людей, а плохих забываю. Не считаю года, хоть порой и скучаю, По ушедшим друзьям и по теплому маю, По деревне родной, той далекой, из детства, Где безмерный покой, тополя по соседству, Где колодец журавль на пригорке у дома И бумажный корабль по ручью до затона. Ветра шорох в листве, сладкий запах черемух, Где нет места в душе ни плохому, ни злому. Там во всех окнах свет, и сосед дядя Коля, И ромашен букет, мир бескрайнего поля, Синь цветущего льна под безоблачным небом, И холодный туман над проснувшимся лесом. Там ночи соловьи о любви до рассвета, И уносит двоих вдаль безумное лето. Дым осенних костров, вкус печеной картошки, Мир предутренних снов, в них всего понемножку. Там в сугробах зима и морозы под сорок, Мы с утра до темна, мчим нас саночков с горок. Мчатся саночки вниз, мчатся быстрые годы. Жизневечный эскиз под началом природы. Я часто слышу разговоры, суждения, Что, мол, зачем вспоминать прошлое, Зачем его ворошить, нужно жить настоящим. А я и живу настоящим. Смотрю чуть-чуть будущее, Да никогда не забываю прошлое. Ну вот разве забудешь тут такое? Церковь на пригорке, и березки в ряд, Я шагаю с мамой в новый детский сад. Под горой услышан звонкий шум ручья, Ждут меня игрушки, ждут меня друзья. Новые качели, новый лесопед, Новый мир успешных будущих побед. Вкусные котлетки и яблочный компот, Тетя-воспитатель встретит у ворот. Ух, строга бывает, Не унять порой нас сорвиголовых За шальной игрой. Пять годков от роду, Жить еще и жить, Я же только начал этот мир любить. Я еще не понял, Что почем и как, Знали на копейку, Нором на пятак, Слезы и обиды, Да шишки синяки, В ссадинках-царапках коленки локотки, Завтрак с манной кашей, Пенка в молоке, Куличи в песочнице И флажок в руке, Лепка, рисование, До стихи бортов, И бабай под лестницей, Страшный, как никто. Праздники проказники, Добрый Дед Мороз, Мой болезь по леднице И распитый нос, Ладушки о ладушки, Клюквенный кисель, На дворе зима, А здесь теплая постель, Не заснуть пытаемся, Каждый о своем, Лишь воркуют голуби, Шумно за окном. Тише, птицы глупые, Не тревожьте нас, Очень мы уставшие, В группе тихий час. Сменит день, Глухая ночь, И наоборот, Час спешит минутами, И этот год пройдет. Жизнь покатит с горки, Но это все потом. А пока я счастлив, В детстве золотом. Скоро мы будем отмечать Очередной день победы. Война, Та уже далекая, Восьмидесятилетней давности, Великая Отечественная война. Каждая семья накоснулась. У всех из нас, Кто-то из родных был, Участником этих страшных битв, Кто-то погиб, Кто-то вернулся, Но уже, Никто уже не дожил до этих дней. Мой дед тоже прошел, Горнило тех кровавых лет. Я сегодня с утра съезжу к деду, В край, где спитан давно вечным сном. Я налью по ста грамм за победу, Пригублю, Помолчу, И потом Посижу в тишине на погосте Под раскидистой старой сосной, А спешащего времени посту Гулким эхом плывет надо мной. Эхом страшной, жестокой годины Растворяется в вечности лет. Уходили на битву мужчины, Погружаясь в кровавый рассвет. И ушли, Чтоб уже не вернуться В свою юность, В родительский дом, До победы смогли дотянуться И остаться во времени том. Только память, Народная память, Воскрешает героев войны, И пылает бессмертное пламя На просторах великой страны. И горит в небесах неустанно Вечной славы святая звезда Той войны не зажившие раны Не залечит года никогда. Много горя принесла война, Много людей погибло, Умерло от ран, От непосильной работы, От голода и холода В плакатном Ленинграде, Пропало без вести, Было замучено В фашистских концлагерях. Но пришла долгожданная победа. Как много строк О той большой войне Написано, прочитано, пропетано, О той незабываемой весне, Что в сорок пятом Принесла победу. О тех годах, Что кровью истекли В окопах под Москвой И Сталинградом Сгорели в танках Огненной дуги Под Курском Средь чудовищного ада. О том, как в муках Злых блокадных дней Страдали, Но не сдали Ленинграда, Как прошагали По Европе всей И развернули Знамя над Рейхстагом. Великий день День памяти И слез. День радости И день поминовения. Салютом под раскаты Майских гроз Вам благодарны Наше поколение И будут помнить Юные сердца, Как прадеды Отчизну защищали И в образе Безстрашного бойца За Родину Геройски умирали. Давайте Постоим И помолчим Поклонимся Своим отцам И дедам Пусть в каждом сердце Как огонь свечи Горит огонь Великой той победы. АПЛОДИСМЕНТЫ О подвигах наших отцов, дедов, прадедов Мы будем помнить. Мы не забудем. В нашем музее славы Есть стена памяти. Там именно всех наших земляков, Кто ушел и не вернулся, Кто вернулся, но уже не дожил до этого дня. Там в альбомах и рукописях Воспоминания фронтовиков, Их подвиги, наградные листы. Вечная всем память. К теме войны мы еще сегодня вернемся. Чуть позже. А пока у меня есть стихотворение, Написано не так давно, Но оно о том времени, Когда еще наши родители были молодые, Наши бабушки еще были молодые. Да-да, они тоже были молоды, Влюблялись, ходили на свидания, Играли свадьбы, Растили нас, детей, Жили, трудились на благо деревни, На благо страны, Как бы пафосно это ни звучало. Это о том времени, Когда еще на нашей речке Крутились водяные мельницы. Как на Пакшинге реке Водяная мельница, Деревенька на горе Огоньками светится, На антрошевских полях Жито наливается, На свиданку паренек Нынче собирается. Приглядел девчушку лун, Стартную да ладно ли, Из соседней деревушки Красоту приятно ли, И тропой через лесок Ходом на подсосенье, Будем в свадебку играть Славно этой осенью. Только ждет ли там его Девица-красавица, Может, кто-нибудь другой Той девчонке нравится, Может, местный тракторист К ней давно посватался, Или за речь я гармонист На цветок позарился. Что тут думать и гадать, Что себя накручивать, Окаянная любовь Сердце все измучила, А тропинка через лес Все бежит, торопится, Сердце рвется из груди, Выскочит, не спросится. Вечер теплый, распростер, Нежные объятия, Не пускают погулять Девку-мамка с батейю, В доме дел мне в проворот, Не успеть полуночи, Долго будет парень ждать Девушку в заулочке. Спит Антрошева уже, Огоньки потушены, Где ж ты, парень дорогой, Ряженый мой суженый, Будет ночка коротка, Поцелуи страстные И несмелые слова Про любовь прекрасную. Как на Пакшинге реке Закрутилась мельница, Зернышко за зернышком И муки намелятся, Заскрепели жернова, Времечко торопится. Было счастье, да ушло, Было не воротится. Друзья, вчера у нас Очередная суббота промелькнула, А в субботу банька же Все непременно бывает. Подошла к концу работа, Накатила груз печаль, Из-за пятницы суббота Убегает время в дар. Отпахали шестиденевку, Прочь колхозные дела, Звезды в небе в перемешку, И луна уже взошла. День короче, Дело к ночи, Ноги в руки и домой. Заслужили, между прочим, Свой законный выходной. Отрубили, отпотели, Нам начальство не указ. Что там на конец недели? Банька будет в самый раз. Протопил с утра пораньше, Настоялось уж по день. Дух и разум свой ослабший Будем в тонус приводить. В шайке веничек запарим, И на каменку кваску Поддадим, Жарку прибавим, Вывьем из себя тоску, Вгоним сладкую и стону Свою ставший организм, Чтоб работал, Без поломок, Как надежный механизм. Ну а сразу после баньки Мятный чай из летних трав. И усталости останки Улетучат со стремглав. Словно заново родившись, Чист до хруста и помрит, Чаем вкусненьким взбодрившись, Квас уж бан наверх осыт. Баня лечит, Баня правит, Баня просто божий дар. Всех помирит, Жить заставит. Вот такой он, Легкий пар. И сразу же в продолжении этой темы Уголек созрел в мангале, Шкворчит меско на шампурах, Смак рябидовый в бокале И счастливый блеск в глазах. Что еще для жизни нужно В этот зимний вечерок? Стол накрыт, Прекрасный ужин, Запотевший пузырек, Льются, льются разговоры Под рюмашку за столом, Сквозь задернутые шторы, За ушедшим январем. А сейчас, друзья, Для нас... Спасибо. Спасибо большое. А сейчас, друзья, для нас наобразия, Послушаем песню Черная Смородина В исполнении Марины Зиновьевой. Всем здравствуйте. С праздником вас. Прекрасного настроения. А главное – «Смородина». А главное – «Смородина». А главное – «Смородина». «Смородина». Распиваясь на родина, Городском саду, Чувства я не скрою, Мимо не пройдусь. Нежные слова любви Под гнижным дождем Пусть распускаются цветы За зубы сетей моряки Пусть льется музыка, Но стране дождя Ромашки розово-сеньки Напомнят о любви А только включаю я Без тебя Черная Смородина Сладкий аромат Пусть распускаются цветы Никогда не поздно Нам все вернуть назад Пусть шумит урямый дождь Двери отворю Верь, ты ко мне приешь Я тебя люблю Пусть распускаются цветы В созу весеннего реки Пусть льется музыка, Но стране дождя Ромашки розово-сеньки Напомнят о любви А только включаю я Без тебя Без тебя Без тебя Пусть распускаются цветы Пусть распускаются цветы В созу весенном реки Пусть льется музыка с нотами дождя, Ромашки розы восьми наполняют о любви. А только скучаю я без тебя. Давайте поговорим сейчас о нашей северной природе. Осень, лето, зима, весна. Вот весна у нас, сегодня такой прекрасный денек. Радуемся, время долгожданного стало, грядки, огороды, все такое, да? Рано утром стук в дверь, открыл. На пороге весна, впустил. Солнце сноп ярких брызг с крышка пель, Небо синее вдрызг, акварель. И вошла в дом весна, не спеша, И оттаяла сразу душа. Грусть души через край потекла, Соскребая остаток зимы со стекла. Перепутье дорог, месяц март, Новой жизни назначенный старт, Пробуждение от зимнего сна, Воскрешение доброго дня. Дай весна, хоть немного тепла, Красок нежных чуть-чуть пока. Зимних дней серый лед растопи, Землю чистым дождем окропи. Окла настишь открой и впусти, Свежий ветер, чтоб пыли размести. Звон на весенних ручьев, Щебет птиц, И тепло добрых радостных лиц. Время быстро пройдет, И опять в вашу дверь Постучится бродяга апреля. В дом ворвется игристое вино, Станет тесно в доме большом. От улыбок, От правильных слов, От надежды, что верит в любовь, И от веры, Что так нужна нам, И грачам, И веселым скворцам, И подснежникам в диком лесу, И бездомному старому псу. В снег черемух Шагнул месяц май, В небе радостный крик птичьих стай, Оживают леса, Оживают поля, И все так же цветут тополя. И опять, как и сто лет назад, Надевает деревья зеленый наряд, Так же ласточки в небесную, В доме чистом покой и уют. Первый гром, Дождь танцует в траве, Ветерок заблудился в листве. Тишина, Благодать над землей, Мир затих, Под парящей луной. АПЛОДИСМЕНТЫ А давайте сразу об осени уже поговорим. Осень, на эту тему у меня много стихов. Осень, осень, ну давай в листьях спросим. Поэтся в одной популярной песне. Осень у нас по-своему хороша, И деньки теплые, И дождь промозглый. Все чередуется, все повторяется. И золото листопада, И снежок в сентябре бывает тоже. Настроение осенью тоже бывает разное. В зависимости от погоды. По этому случаю прочитаю вам пару-тройку стихотворений. Осеннее настроение один. Ранняя осень, И дождь за окошком. Нам бы хоть лето, Еще хоть немножко. Нам бы июньских ночей Белых-белых, Жарких деньков, До чернозагорелых, Легких туманов У речки в лощинах, Ландышей мятных В кокетстве невинном, Запах отрав На лугу за деревней, Не повторяя бы Зорьки вечерней. Нам бы в ладошке Лесной земляники, Теплого ливня, Чтоб смокнуть до нитки, Свежего утра под хор Соловьиный, Чудного лета, Живые картины. Все бы сначала, Но так не бывает, Август свой трон сентябрю Уступает. Пало листвой заметает дорожки, Долгая осень, И дождь за окошком. А теперь осеннее настроение 2. Бывает и так. Ночь в окрестностях шастает, Дом заснул, не добудешься, И бессонница властвует, Надо мной злое чудище, Над уснувшими крышами Осень гнет свою линию, Облаками навещшими Сеет с неба уныние, И за лицами дальними Лето с нами прощается, Ручейками хрустальными По стеклу растекается. Чистый лист, как пророчество, С рифмой нынче не спорю, Растворю одиночество В чашке вместе с цикорием, Сахарку пару ложечек Подсластить настроение, А за окнами дождичек Тянет ноту осеннюю, Ветер жябким дыханием В проводах надрывается, Лето нынче в изгнании, Все однажды случается. Как бы что бы там ни было, Прочь печали сомнения, Утроинием выберет Землю в новом рождении. Пусть погода не ладится, И повеяло холодом, Будет осень красавица Осыпать с неба золотом, Будет шик лето звездного В кусояблочной спелости, Лето бабнего, Позднего в мимолетной Беспечности. Спасибо большое. А еще бывает и вот так. Рассвет, закат, А между ними день. Красуется ноябрьское Предзимье, И лес застыл В морозной сетине, Зима уже почти В онлайн режиме. Да что почти, А она в свои права Вступила раньше, Судя по погоде, Плетет свои резные кружева, Одев поля, Луга, По новой моде. Морозец первый, Да еще какой, Хватает за уши, За нос, За щеки, Решил позабавляться С детворой, Трещат слегка Замерзшие сороки, Потрескивая тополю пруда, От холода, Иль старый стал однако, И не спровадить Из избы кота, Не кажет нос, Из конуры собака, Воробыши Кормушку уступить, Синицам не желают Однозначно. Чего делить-то, Зиму ж вместе жить, Рассевшись под стряхой В пыли чердачной. Над крышами, Как свечечки дымы, Стремятся в небеса, В тиши безгрешной. Природа в ожидании зимы, Сейчас замерла вдруг В сказке безмятежной. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Ну, Было предзимнее, Теперь, значит, и зима. Зима у нас уже закончилась, Слава Богу. Так вот, И вспомним-ка Морозы и метели. Да деньки хорошие. Выйду я на улицу, Шапка на бекрень, Там с собой любуются Ясный зимний день. Там зима красавица, Рост сыпь жемчугов. Мне такая нравится Красота, нет слов. Воробьи на веточках Угощения ждут, Снегири конфеточки Тоже тут, как тут. Из кармана семечек Сын да не жалей, Хлебушков да весочек Налетай скорей. Разведу тропиночки, Дровец наколю, Проголю грустиночку, Баньку затоплю, Посижу в предбатнике, Аромат с дымком Будет жадно каменьке Нынче вечерком. Дым столбом над крышей, До мороза звон, В тишине чуть слышимый Жмет со всех сторон. Мы уже привычные, Нас не испугать, Вовсе не критичные, Минус тридцать пять. Постою, послушаю эту тишину, Под январской стужей Время поверну, Вспомню детство давнее, Ёлка, Новый год, И денечки славные, Кто там был, поймет. Катанцы до шубницы, Заячий трех, На фуфайке пуговиц Не хватает двух, Чутки деревянные, Эх, крута гора, Щеки разрумяные, Зимняя пора. Выгоня на улицу, Шапка на бекре, Солнце за околицу, Догорает день, В небесах качается, Месяц золотой, Сказка просыпается Под ночной звездой. Спасибо. А зимой нам всем так хочется лета, Ну и вот она, Лето, День из далекого детства. Прибегу на Пакшинский угор, Свежесть утра, Тишина окрест, Надо мною головой шатер, Подо мной луга, Река и лес, Солнце ломится, Не удержать, В чистом поле колосится рож, И простор, Руками не обнять, Не охватишь, Взглядом не возьмешь. На карьере камушек шуршит, По песчаной круче сверху вниз, Шмель счастливый, Радостно жужжит, Капельки росы в траве зажглись. Ващельки ромашки соберу, Небо синий, яркий солнца свет, Я потом их маме подарю, Детство незатейливый букет. Побежит тропинка до реки, Я за ней в припрыжку побегу, Размотаю поплавки крючки На заросшем ивой берегу. Удочку закину в тихий плес, Миг удачи кругом по воде, Зеленеет за рекой покос В истинной цветущей красоте. Солнышко торопится в зенит, Ветерок зашелестел слегка, Речка своей свежестью манит, Бултыхнусь с разбегу с бережка. Кучереют в небе облака, Марева над лесом в их грозе, Даль еще безмерно высока, В чистой и безбрежной бирюзе. И дурманит голову хмеля Земляники нежный аромат. Итого, счастливого шмеля Я счастливый нынче востократ. Спасибо, спасибо вам. Ну и Венец летом у нас август, Стихотворение про август. Там у меня про лето много, Но мы не будем все тут нам Будет на обои сидеть до вечера, Если все читать. Черные ночи августа, Яблоко пад в садах, Ты так не мчи, пожалуйста, Лето на всех порах. Сделай нам одолжение, Притормози чуть-чуть, Остановись мгновением, Не торопи свой путь. Может, давай-ка сначала Все повторим с тобой, Снова июнь у причала, Вот июль молодой, Снова восходы, закаты, Белых-белых ночей. И сквозь небесную вату Брызги ярких лучей. Снова ковер из ромашек, Ливень, как из ведра, И звон цикад до мурашек, С вечера до утра. Теплых ночей дуновенья, Раннего утра шарм, Из земляники варенья, На душу, как бальзам. Знаю, ничто не вернется, Лето закончится в срок. Август еще не сдается, Рано прометиток. Спасом медовым порадует, Яблочным угостит, И нерастраченной радугой Всех еще удивит. Нотками кисло-сладкими В терпком вине рябин, Нас от души полакомит, Ягода, как рубин. Осень уже на подходе, С золотом листопад, На голубом небосводе Лето катит в закат. Звездным дождем Персеиды Светится млечный путь, Все повторится, Бог видит, Это когда-нибудь. А сейчас я хочу предоставить слово, Спасибо большое. Сейчас хочу предоставить слово Марине Ищеновевой. Марина нам споет Песню. Там не племжуны Над речной волной Говорили мы О любви с тобой Опустел тот клён, в поле бродит вгла, А любовь, как сон, стороной прошла. А любовь, как сон, стороной прошла. Сердцу очень жаль, что случилось там. Гонит осень вдаль журавлей и косяк. Четырём ветрам груз печаль раздал. Не вернётся вновь это лето к нам. Не вернётся вновь это лето к нам. Не к чему теперь за тобой ходить. Не к чему теперь мне цветы дарить. А любви моей ты не смог сберечь. Поросло травой вместо наших встреч. Поросло травой вместо наших встреч. Есть праздники для веселья, да? Новый год, день рождения, или вот Масленица была у нас недавно с блинами, покатушками, песнями и плясками. Есть праздник со слезами на глазах, день победы, да? Мы уже о нём сегодня говорили. Есть праздники, где мы все вспоминаем своих ушедших в мир иной родственников, друзей. Троица, например. По этому случаю такое вот стихотворение-зарисовка шуточно серьёзное из жизни двух мужиков-соседей. Я сегодня какой-то правильный, выпить даже ничуть не хочется, заварю чайку себе с травами, скрашу тем своё одиночество. На крылечко выйду с утряночки, на дворе июнь распогодился, окраблю лицо холодяночкой, покурю в теньке у колодезя. Посидели вечер с соседушком, съели салашмат с самогоночкой, а сегодня лишь чёрствый хлебушек, да ещё огурчик под плёночкой. Лук, чеснок, не ахти питание, но на запусть оно полезное. Коль сосед изъявит желание, похмелю, накормлю болезного. С ним мы нынче очень свободные, а вдовел он уж года четыре как. У меня, у моей настроение охотное, у меня с моей перемирие. Укатила к родне на троицу, в добрый путь и дорога с катертью. Всей родне на брат, да здоровьица, но и нам не стоять на паперте. Со вчерашнего есть что в скляночке, может жизнь она и наладится. Посижу в тенёчке на лавочке, пусть как есть, так оно и катится. Пусть гряда с картошкой не полота, куры все разбрелись по улице, но свобода дороже золота. Кот и тот вам от счастья жмурится. Скрип калитки больной пожаловал. Ох, сосед, плесни-ка на каменку, ни к чему нам звенеть бокалами. Чай не пир горой, не на свадебке. Помянуть нам сегодня надо было всех родных, да друзей, товарищей. Тех, кому теперь всё равно одно, все они соснички на кладбище. Поминай, сосед, поднимай стакан, не для пьянства, а так уж водится. За жену свою и за всех щенчан, кто не дожил до этой троицы. Спасибо. О праздниках я вам прочту ещё одно стихотворение в конце выступления. А пока в память о брате Вячеславе. Все в Пакшинге знали Славика. Вся его жизнь была борьба. Борьба со страшным недугом, который приковал его к инвалидной коляске. Борьба с самим собой. На славу не унывал и не показывал вида, что ему больно, больно душевно, больно физически. Он не был одинок, у него было много друзей. Он много сделал для нашей деревни, для музея Пакшинге. Благодаря ему и ему тоже стоит красавец храм у нас здесь, на территории деревни. Светлая память сильному человеку. Декабрь шестое. Приходит день, нахлынет грусть. Так ну и пусть я помолюсь. Налью ста грамм, зажгу свечу и помолчу. Я так хочу. Вернуть нельзя прошедший год, а жизнь идёт наоборот. Опять декабрь и цифра шесть. Всех дум не счесть, не перечесть. Всех слёз не выплакать в ночи, как не молчи, как не кричи. Как не пытайся изменить, не оживить, не воскресить. Тех дней ушедших навсегда течёт вода, бегут года. Не будет завтра никогда, и без следа сгорит звезда. Не будет слёз, их больше нет. Звучит сонет, и меркнет свет. И лишь свеча одна горит. Душа болит, душа не спит. Цветное фото на стене, с тобой мне наедине. Сегодня хочется побыть, вина налить, поговорить. Послушать джаз любимый твой, а за стеной метели вой. Так не хватает нужных слов, твой нынче кровь средь облаков. Твоя душа среди небес, там тишь окрест и вечный крест. Там жизнь среди других миров и вечный зов в забвении снов. Но отпоёт своя метели, придёт апрель, откроет дверь. Разделит с нами боль утрат. Ты жив ста крат, ты с нами брат. Спасибо. Больная тема для меня, для всех нас. Война на Украине. Гибнут солдаты, гибнут мирные люди. Рушатся города, рушатся жизни целых поколений. Это стихотворение я написал ещё до 24 февраля 2022 года, до начала спецоперации. Война. 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 Честь и совесть на грани. Растворяется день в смертоносном тумане. Безысходность и страх в опросительном взгляде. Как же нам устоять в этой страшной блокаде? Где там день и где ночь, время стёрла границы? На Донбассе война. Не сбежать и не скрыться. Горе, муки и скорбь. Что творите вы, люди, вряд ли скоро Донбасс эту боль позабудет. Но ответить за все беспощадный убийца, отсюда не уйти, не сбежать и не скрыться. Спасибо. А вот это стихотворение было написано уже мной в марте 2022 года, это почти сразу после начала военной спецоперации. Началась война, которая длится до сих пор. Они стреляют, мы стреляем, они убивают, мы убиваем, а так хочется мира. Так хочется, чтобы русские перестали уже убивать русских в угоду Европе и Америке. Война это страшно, война это больно. Очнитесь же, люди, быть может, довольны. Несчадно стрелять день и ночь по Донбассу и Харьков бомбить смертоносным фугасом. Там плачут в подвалах невинные дети. Уже ничего нет страшнее на свете, чем страх в их глазах и убитое детство. А что мы оставим тем детям наследство? Лишь мертвую душу в озлобленном теле. И будем кричать, мы не это хотели. Хотели как лучше, но так получилось. Мир трудно вернуть, колесо закрутилось. В Донецке разрывы, в Херсуне бомбежка. И если вы, люди, еще хоть немножко, Довольно взрывать города и станицы, Запрячьте свой порох в пороховнице. Вам Бог не поможет и черт не рассудит. И как было раньше, лет триста не будет. Что вместе мы долгие годы бояли, Сгорело в огне и воскреснет едва ли. Спасибо. Молимся за наших солдат, за наших ребят. Верим, надеемся, что все это уже скоро закончится. А сейчас давайте уже говорить будем на мирные темы. С войной покончили бы счет. Кто же не помнит в нашей деревне моего отца, Прилучного Альберта Васильевича. Пашенький жил, Пашенький закончил свой земной путь. Все, все отца здесь знали, уважали. Но не только в родной деревне, А еще и в близлежащих поселках, в Шокше, Рамене. Нет ни одного дома, где бы не побывал Альберт Васильевич. Кому-то делал электропроводку, кому-то ремонтировал телевизор. Чинил утюги, холодильники, стиральные машины, Там, пылесосы, я не знаю, радиолы и прочие-прочие электротехнику. Разбирался в электропроводке автомобилей, мотоциклов. Даже в городе Вельске там его приглашали, И он делал все, что нужно. Дети и молодежь называли его дядей Алей, Старшее поколение Аликом или Альбертом Васильевичем, Альбертом. А бабульке просто Алькой или Алькой Петерянкиным. Бабушку его называли Петерянкой, потому как в Питере бывало. Работал в молодости киномехаником, Потом всю оставшуюся жизнь трудился в родном колхозе электриком. В любое время дня и ночи мог прийти на помощь по первому зону. Где, какой я врал, на ферме, на зерносушилке, в кочегарке, Зови Альберта Васильевича, приедет, все устранит, все будет отлично. Вышел на пенсии, но и на пенсии помогал. Вечная светлая память отцу. Дядя Аля с чемоданом по деревне вечерком. В дом любой он гость желанный. Знает Альку каждый дом. Чемоданчик с инструментом, здесь любой шурупчик гошь. Пассатижи, изолента, где положил, там возьмешь. Телемастер от бога, и электрик хоть куда. Чи не тладит понемногу клеммы лампы провода. Телевизор не фуручит, или в люстре току нет, Неисправность он отыщет. Будет в доме ярок свет. Вот соседка тетя Граня тащит сломанный утюг. Да чекушечка в кармане. Алик, сделай, милой друг. Как тут быть? Куда ж деваться? Достает Альберт припой, пара ловких операций, И утюг опять живой. Или сосед пришел старшером. Алик, пимпочку спаяй. Отлетела, вот холера, подпусну жудьешкин край. Ведь дороги то без света ну совсем никак нельзя. Шьет да вяжет раритеты, знать такая ее стезя. Ты присядь-ка, дядя Коля, не пищайся, не тужи. Да пока при алкоголе нам плесни-ка для души. Посидим с тобой по-свойски, поразмыслим, что да как. За торшем не беспокойся, там работы-то пустяк. Баба Нюра, пся в печали. С телевизором беда, то хоть снег не слов вначале, нынче вовсе чехарда. Созвала подружку Нимку, фильм хотели поглядеть. Нет ни звука, ни картинки, не могу разуметь. Ты уж, милушку, попробуй починить такую беду. Буду помнить я-то урогу твою эту доброту. День уходит на задворки. Не прибавить, не отнять. Кто-то рубль, а кто пятерку. Хоть домой неси, хоть трать. Не в деньгах, конечно, дело. Отношения важней. Вечереет. Солнце щело. Утро вечера трезвей. Завтра вновь дела, заботы. Дома некогда бывать, то колхозная работа, то опять лудить, паять. Выключатели, розетки. Фаза есть, и фазы нет. Вечерком сходить к соседке, не горит в кладовке свет. Мотоцикл дяди Саши не заводится опять. Жизнь прошла. Добра не нажим. Время камни собирать. Век промчался. Не заметил. Не присесть, не отдохнуть. По земле развеет ветер жизнеправедную суть. И вот поэтому так хочется возвратиться туда, в свое счастливое детство, чтобы снова встретиться и с тетей Гравьей, и с дядей Колей, с соседом Боровским, с дядей Сашей, с дядей Пашей Кураковым, со многими своими соседями, друзьями, учителями. Но, видимо, теперь это уже в другой жизни. Отмотать бы пленку времени и сначала все начать. Мне б седло, дорогу стремя бы, на коне по полю учать, в тем уже почти забытые, да ненаивных детских снов, по траве, дождем умытую, в ночне гаснущих костров. И умчаться бы в деревне мне, в дом, где мама и отец, где часы на стенке древние, я совсем ищем овец, где в полкухне печь огромная, пыше в жаром не унять, и лампадка пред иконою, чтобы дом оберегать. Там бабуля шань не пышная, достает мне из печи, к чаю блинчики гречишные, коловушки буличи, сам Иван в предпечье мается, еще пытаясь закипеть. Жизнь лишь только начинается, можно все еще успеть, можно в Африку отправиться, за деревней та страна, или до радуги красавицы дотянуться из окна, гнать во весь опор на велике, только пыль из-под колес, за околицей, в лепейнике, и сцарапаться до слез. Пусть залечит все царапины, подорожная трава, заберусь на плечи папины, надо мною синева, надо мною ввысь блинная, и небесный лето звон, предо мной дорога длинная, недоступный горизонт. Детство, отрочество, молодость, садик школы, дальний путь, пережито-перемолото, все не вспомнить, не вернуть, помотало, помыдарило, жизнь неведомым краю, время душу не состарило, воздух родины опью. Здесь все как-то по-хорошему, здесь и вера, и любовь, избы вьюгой запорошены, не видать из-за снегов. И при свете трехлинеечки, вечерует вечерок, вся семья, эх, время-времечка, знать всему выходит срок. Мне б гармошечку-тальяночку, чтобы ноги сами в пляс, мне б девчонку-северяночку и любовь, как в первый раз, поцелуи горько-сладкие, чтоб захватывало дух, окунуться в лето мятное, сеновало мягкий пух. Мне взлететь бы в небо ясное, всем ветрам наперекор, сквозь дожди и тучи вязкие, в неизведанный простор. Мне парить бы белым облаком, наслаждаясь синевой, и под вечер теплым дождиком раствориться над землей. Спасибо. Много у нас пустых домов в деревне, много-много народа в свое время уехало из родных мест. Кто-то возвращается сюда ненадолго, чтобы навестить родные края, кто-то никогда больше не был в родной деревне. По тропинкам детства пробегая, окунувшись в травы с головой, воздух прошлых, давних лет вдыхаю, возвращаюсь в отчий дом родной. Деревенский запах теплых дней, мамин взгляд любимых добрых глаз, воскрешаю в памяти своей жизни непридуманный рассказ. Промелькнувших лет нелегкий груз, пыль и грязь всех пройденных дорог. Я стряхну с души, я помолюсь и шагну несмело за порог. Скрипнет половицей под ногою старый и растрескавшийся пол и пробьет непольную слезою. Здравствуй, дом, вот я к тебе пришел. Стулья к стенке в ряд, шкаф по соседству, в горнице лежат половички, только мамы нет, и где-то детство спряталось на треснувшей печи. Только круглый стол, за ним когда-то собиралась дружная семья. Тишина вокруг, мне как расплата, как здесь очень долго не был я. Натоплю-ка печья, да пожарче, окна мастер, свежесть дом впущу. Стол накрою, и никак иначе, посижу один и погрущу. Вспомню о далеких днях минувших, шаник вкус из маминой печи, чая из самовара, а снаружи только тополь на меня ворчит, только ночь, облывшими свечами, дарит запах счастья давних дней. Все, что было, не пройдет с годами, не стереть из памяти моей. Горько мед в минуту расставания. Неизвестно, что нас ждет потом, что теперь, одни воспоминания, и живет лишь ими старый дом. Помнит он веселье, боль и слезы, помнит праздников ушедших шум, помнит над собой ночные грозы и тревожный ветер грустных дум. Помнит он осенние туманы, забывание в юге за окном, свадеб деревенских, звон хрустальный и поминок горькое вино. На стене часов немые стрелки замерли под тяжестью судьбы. Жизнь идет, цена ей три копейки, если о чьей дом не помнишь ты. Спасибо. Помните, люди, свои родные места, помните свои истоки и возвращайтесь хоть иногда или навсегда. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну давайте немного пофилософствуем, что ли, есть у меня и такие стихи. Застыв в литератическом сне, уносятся без мгновения. Лишь чёрный квадрат на стене художницы ночи творения. Лишь звёздный пассиан свыше не и тени далёкого завтра, Воскреснув в скупой тишине под сводом ночного театра. Игра под холодной луной, на карту поставлено время, И вечный над миром покой, и жизни нелёгкое время. Упала ночная звезда, исполнив простое желание, Подасла уже навсегда, кому-то неся предсказания. Спасибо. У каждого человека в душе есть Бог. У каждого свой. У кого его нет, но рано или поздно мы все к нему приходим. По дороге к Богу, так называется у меня стихотворение, Длинное стихотворение, писал и писал. Пока до Бога-то доберёшься. Убегает время, улетают годы, Прорастает семя, зеленеют сходы, Повзрослели дети, вот уже и внуки, Так же солнце светит, те же лето звуки. Та же осень снова взлати листопада, Вновь зимы оковы и весны услада, Небо голубое, как в далёком детстве, Думая о покое, в век несоответствий. Думаю о хорошем, и порой не очень. Мы с тяжёлой нашей прям сквозь дней ночи. Мы, стремклав по кругу, мчимся безвозвратно, Затянув под пруду, умерев стократно. Тащим в жизни время, принимая данность, Убивая время, бьёмся неустанно. Быть добру или худу, к звёздам или в бездну, Поживём покуда под шатром небесным. Мы уже устали, но покой лишь снится. Жизнь свою ваяли по скупым крупицам. Жили, как умели, не стремясь к награде. Все бежали к цели, просто жизни ради. В небесах парили, и во снах летали, И посуду били. Счастье так искали. Счастьем тем мечтали честно поделиться. Из былин слагали сказки небылицы. Поутру спешили, чтоб рассоем мыться. Днём мотали мили за первым жар птицы. Ночи проживали, от любви сгорая. И не там искали мы ключи от рая. Мы не там послали мягкую солому И не принимали жизни к селому. То с горы, то в гору падали, вставали, Но в беде и горе мы не унывали. День потухнет вскоре, Ночь расправит крылья. Обмелеет море, Станет время пылью. Утекут все реки, Обветшают стены. Лишь луна навеки В этом мире бренном, Лишь звезды далёкой тусклое мерцание Отражает в стёклах Вечное послание. И собрав все строчки В нужные куплеты Жизнь поставит точку. Значит, песня спета Сложится в минуты Встречи и расставания. Новые маршруты, Старые желания. Старая пластинка, Ворошин былое. А на сердце льдинка Не в ладах со мною. Разожгу я пламя И растая на льдинка. Но скрипит упрямо Старая пластинка. Я расправлю плечи, Сброшу груз сомнений И шагну навстречу Тайном сновидений. Звёзды спят на крыше И луна туда же. Поднимаюсь выше В дом небесной стражи. Посижу один я Под раскрытой ночью. Под аккорд из плина Слог слагая в строчку. Множество вопросов, Только нет ответа. Смутный отголосок Спетого сонета. Прошлого дорога, Будущность деяний. Я не жду от Бога Щедрых подаяний. Я в англии кромешной, Я в плену печали. Я живу с надеждой О мирском причале. Но во тьме острого Светится оконце. И бежит дорога От меня до солнца. И летит дорога Прямо в поднебесье. Та дорога к Богу Знать не спета песня. Надеюсь, что наша с вами Песня не спета. Мы ещё попоём. Мы ещё встретимся Не один раз. Да, и поздравляю вас Сегодня с верным воскресеньем. Всем мира, добра, здоровья. Вот так. И почти в заключении И два стихотворения. Я всегда в заключении Вообще-то читаю, но Посмотрим. Посвящение маме. Посвящение всем мамам. Которых уже нет с нами. Зреет утро на деревне. За окном трескун мороз. Кот на печке мирно дремлет. Лапкою прикрыв свой нос. Я прилягу с котикой рядом. Пусть мне песенку споёт. Маятник под циферблатом Гонит времечко вперёд. Мама у плиты хлопочет В предрассветной суете. И сольца шкварчит кусочек. Тая на сковороде. Тая на сковороде. Чтоб за рыжиком осенним В утреннюю благодать. С распрекрасным настроением Вслед за мамой убежать. В нашей маленькой речушке Меев скороб наловить. Сварит мама знатные ушки. Хорошо ж на свете жить. Много тех воспоминаний. В двух словах не рассказать. Всё растаяло в тумане. Мчаться воды не догнать. Солнце всходит и заходит. Дарит нам свой вечный свет. Повторится всё в природе. Только мамы с нами нет. Мама нынче в небе синем. На пушистых облаках. В добрый час и в злой године К нам приходит в светлых снах. Где-то там, вдали бездонной, Светит мамина звезда. Милый образ, как икона. Мама в сердце навсегда. Спасибо. Ну и вот это стихотворение, Я его уже где только не читал. Где, на каком фестивале, на каком концерте. И в Геменске, и в Вологде, и здесь, и в РКЦ. Ну, я не знаю. Посвящение моему деду, Горбунову Василию Ивановичу, Старая Кузница. С этим стихотворением меня и приглашали в Москву. Я вам там вначале говорил. На фестиваль в Лермонтовскую библиотеку. Прокопченная кузница между двух деревень. Там мой дед потихонечку свой кует трудодень. Я к нему по тропиночке, малолетка пацан. Побегусь по зараночку сквозь белесый туман. Утролетние, свежие. В голубой вышине солнце всеми лучами улыбается мне. Год закончился школьный, первый класс позади. Ты домой меня, мамка, нынче рано не жди. Я сегодня здесь с дедом покурю, пошумлю. В этой кузнице старой, у села на краю. В этом царстве железа и живого огня. В дымном, копотном мире, что так манит меня. Дед у входа на чурочки мнет в руках табачок. И приветливо щурится, что так рано внучок. Закурился в окруточку, эх, довер самосад. Ты присядь, покалякаем, поприкинем расклад. Пора спросить о школе, о ребятчих делах. Байкой новой порадует о насущных хлебах. Вдруг придешь так урок, что ж, работать пора. Все, что было-то сплыло от вчера до утра. Завудит горно в кузинке неуемным огнем. Зазвенит наковальня, мы ей в такт подпоем. Я стою и любуюсь, как никчемную сталь, Дет ударами молота превращает в деталь. А потом в черном чайнике мы чайку скипятим. Листик свежей смородины заварнем, замутим. И с устатку по кружечке чем бы душу развлечь, Дед в прикуску с сухариком заведет свою речь. Он расскажет о том, как победу ковал, От Москвы до Берлина сотни верст прошагал. Было тяжко и лихо в той кровавой войне, Но вернуться домой по цветущей весне. Вечер тихий и теплый опустился с небес. Еле видимый месяц в серой дымке воскрес. Я сегодня счастливый и как будто другой По знакомой тропинке возвращаюсь домой. Снова утро. Будильник. Как бы вдруг не проспать, Обещал дед сегодня нож мне новый сковать. Ты куда врань такую мать руками всплеснет? Мам, я к дедушке в кузне. Он меня уже ждет. Спасибо. Расплескалось солнышко по полянам пастбищам. Ветерок качается на ветвях берез. И погодка шлет привет многообещающий. На лугах на Пакшинских завеет сенокос. День Петров расщедрился на тепло желанное. Ведра будет знатное. Выставим сена. И трава расистая, пьяная, духмяная. Ждет, подждет свою судьбу свежесть и полна. За спиной котомочка. Нехитра провизия. На покосы дальние едут косари. По дороге по лесной комная дивизия. Поспешает на чургу с утренней зари. Долго ли, коротко ли? Вот она, чурга река. Тру, родимая, стоять! Выгружай добро! Будем место обживать. Да уху у костерка. Похлебаем вечерком. Коль елец зайдет. Рано-рано на заре, поросе серебряной. Косы песню запоют. В утренней тишине разнесется по высам. Аромат божественный. Разнотравье мятное. Голову вскружит. Глава вторая. Дядя Коля-бригадир рано просыпается. Нужно всех оповестить. В каждый дом зайти. Эй, народ, на греб пора. Дело намечается. Грабли в руки и вперед. Не дай бог дожди. И трясясь по луторке. По ухабам рытвенам. Едет деревенский люд с песней на покос. С хохмами да с шутками. С добрыми молитвами. Будет сеном в этот год. Наш родной колхоз. На конюшне шум и гам. Ребятня тусуется. Запрягай-ка лошадей. Под тени гужи. Под усы коня бери. И не забалуется. Поводка не ослабляй. Да сильней держи. Вот рысой, не торопясь. Десять верст без малого. Катит стройный эскадрон. Тучей пыль клубя. Хлебом не корми, ребят. Дай коня удалого. Чтоб верхом покорцевать. Показать себя. На лошадках целый день. Возят сено свежее. Загребляют на граблях. Жизнь не мармелад. Вот такая у ребят. Доля неизбежная. Да куда ж на сенокосе. Нынче без ребят. Глава третья. Солнце сжет без продыху. На небе не облачко. Сохнет сено на лугу. В помощь ветерок. Зашуршало на граблях. Успевай до дождичка. Шевелись-ка. Не зевай. Загребай волок. Поспешай, не торопясь. Чтоб не переделывать. Не похвалит бригадир. Коль в работе брак. И Анфиса. Вот бабуля. Да чего же въедливо. Все ворчит на пацанов. Все-то ей не так. С король дело спорится. С король продвигается. А зверели пауты. Поедом едят. Дядя Леша Кашевар. У костра старается. Супноваристый. С дымком. Дразнит аромат. Отобедаем в теньке. Только ложки брякают. За добавкой подходи. Эх, добер супец. Лис смородины в ведре. Лучше чаю всякого. Успокоит в жилах кров. Разморит в конец. Только некогда дремать. Тучки собираются. Жмутся ласточки к земле. Знамо. Будет дождь. Вся работа на лугу. Снова начинается. Это точно не про нас. Дождь лентяя в ложь. Закурив цигарочки. Самосада едкого. Мужики работные. Сядут под сташком. Поразмыслят, что к чему. Да словечко крепкое. Для приличия вернут. Осенящь крестом. Что на праслину тянуть. Зубы заговаривать. Навалечко люд честной. Времечко не ждет. Подвози да подгребай. Из-за леса варево. Очень уж недоброе. К нам сюда идет. Закрутилась круговет. Посмотри, что деется. Сену носим. Мечер сток. Шум догам кругом. Ну-ка, бабоньки, смелей. Кто топтать насмелится. Тут должно не абы как. Пласт пластурят ком. Тетя Маня. Хоть куда. Топтальщица знатная. Развера капешечку. Центера флацать. И растет копна как дом. Статная да ладная. Успевает метальщик только подавать. Подобрем-ка проимку. Завершим как следно быть. И спускайся, девонька. По веревке вниз. Отстрадали нынче мы. Заслужили похвальбы. Не печалься, милая. Просто улыбнись. Все копешки-свечечки По лесам расставлены. Все луга причёсаны. Люба посмотреть. Солнце прячется от нас В лес закатом пламенным. Догорает уголёк В гаснущем костре. Догорает летний день, Спрятавшись за тучей. Вечер тёплый наполит Свежестью росы. Искупаемся в реке. Смоем пыль колючую. До домой уже пора. Бьют отбой часы. Подолели щенокоз. Доставай тальяночку. Разливай по кружечкам Доброго вина. Начинай, как гармонист, С выходом цыганочку. Эх, не жалко сапоги. Отдохнём сполна. Пиво деревенское На поварне варится. И плывёт по улице Запах пирогов. Праздник добрый, радостный, По деревне катится. Разудавые деньки. Рай для мужиков. С песнями, частушками. За столом, за скатертью. Весела гуляночка. Чарки до краёв. До утра не разогнать Всю пивную братью. Отдыхай, Покудова. Завтра наш гивьё. Спасибо. У меня Ещё стихов вам почитать есть, конечно. Но если всё читать, Нам на три часа будет хватит. Так что будем немножко уже закругляться. Давайте уже на прощание Закончим на такой позитивном ноте. Небольшая глава Из моей оды детства. Воспоминания о деревенских праздниках Далёких шестидесятых, семидесятых годов. О том, как отмечали Досеевки, Дожилки, Октябрьские. И, конечно же, Первомай. Кстати, вот он у нас на днях уже и будет. Глава вторая. Первый я читать не буду, Пока там нужно кое-что доработать. Громким, ярким Первомаем Новый месяц отмечаем. Шар воздушный, галстук красный, Солнце круг на небе ясном, Ветерок шалит игриво, Мужики спешат за пивом, Деревенские хозяйки Хлеб пекут и топят баньки. Детвора, вот непоседы, Достают велосипеды И по лужам ездил лично. Все в деревне, как обычно. Все в деревне, как-то проще. Кто-то рулит в гости к тёще, Кто-то с маленькой к соседу На душевную беседу, Кто охотник на охоту, Прочь печали и заботы. Кто рыбак, тот на рыбалку. А пяток, скрутив цигарку, Верным курсом к магазину, Что теперь тянут резину? Если праздник, значит песни. Прочь недуги и болезни. Дядя Вася, выпив трошки, Развернул меха горошки. Пробежался перебором, Всех обвёл лукавым взором И как губацал плясовую, Вспомнив молодость быную. Раз пошло, пошло веселье Раз весёлой каруселью. Закрутилось, завертелось, Эх, плящите, коль хотелось, Забивай кумача стушку, Разгуляй на всю катушку. Вот застолье так застолье, Прилечают хлебом с солью, Да откушать приглашают, Зазывал и глашатай, Чарку горькой наливают. Ты присядь-ка здесь вот, с краю, Видишь, некуда приткнуться, Все и так друг к дружке жмутся. В тесноте, да не в обиде, Всё устроим в лучшем виде. Наливай, кому добавка? Ребятня уже по лавкам. Ребятки немного надо. Угостили б лимонадом, Или пиво подсластили, Да по кружечкам разлили, Деревенского, густого, Пригубить, а что ж такого? Не зазорно и не стыдно, За столом с краюхой житной, С пирогами, киселями, Да с солёными грибами. Ешьте, пейте до отвала, Тут не так ещё бывало. Здесь не то ещё случалось, Елось, пилось, напивалось. Здесь с утра и до вечер Я был всеобщего веселья. Атмосфера первомая, Деревенская, простая, Без изысков и без лоска. Здесь давно свои все в доску. Коль гулять, так всей артелью, По утру болеть с похмелья, За работу дружно браться, И на жизнь не обижаться. Всё. Спасибо вам большое. Спасибо всем, дорогие журналисты, Что вы пришли, Спасибо большое. Спасибо всем, Нашим десканцам, Я рад был очень вас видеть. Спасибо. Спасибо девушкам Дома культуры за предоставленную мне сцену. Спасибо Павчинской школе За предоставленные экраны мультимедия. Спасибо. Дома культуры за предоставленные экраны мультимедии. Так, Женера Лидовичева хочет что-то сказать. Имеет слово, да? Да. Прямо отсюда? Не знаю. Ну, послушайте громко. Спасибо вам огромное, Александр, За такие добрые слова. Очень признательны вам За ваш труд, За полезную, За то, что вы всегда Проницательны в своих стихах. И тем, что вы живёте в Павшинье, Выражаете чувство любви К малой родине, Природе северного края. Сегодня на ваши замечательные стихи Вся Россия вам хлопает. Желаю вам Быть всегда таким же жизнерадостным. Спасибо. От Валентины Ковалёвой Дорогого стоят её слова. Так что большое спасибо. Передайте ей. Передам. Ну, не вечер, может быть, Литературную гостиную. Потому что ты растрогал Вот до глубины души. Даже сиделы, Слёзы капали. Потому что настолько это всё близко, Настолько знакомо. И так это нам всё дорого. Вот. Хочу поблагодарить тебя, Поздравить с верным воскресеньем. Ты устроил нам настоящий праздник. И у меня есть стихотворение, Посвящённое Саше. У нас такая традиция, Он мне пишет на день рождения стих, А я ему в ответ. Саша, он поэт в деревне нашей, Он электрик и монтёр, Он и звукорежиссёр, Он музеем заправляет, Сайт в контакте возглавляет, С петухами он встаёт, Жизнь активную ведёт. Огород и дом в порядке, И в теплице, и на грядке. Всё растёт, цветёт и спеет, Вряд ли каждый так сумеет. Внуков очень обожает, Навещает, приглашает. Муж, отец и дед отменный. Друг всегда надёжный, верный. Спасибо, Саша! Спасибо большое! Спасибо всем! Спасибо всем! Рад был! Я считаю всем! Приходите ещё на наши концерты. Скоро 9 мая. Кстати, мы вам вспоминали. До свидания! Спасибо всем большое! Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон»!